Встречание. Готовьтесь возвращаться в родную гавань. Крым всегда был морским регионом. Чё вы делаете-то, а? На болотах. Вам самим не надоела вот эта вся херня? Крым всегда был русским. Мы тут испокон веков. Ага, конечно. Говорить, что Крым испокон веков российский, это всё равно, что чеченеца в Мексике, испокон веков испанская. Ой, сейчас буду учебником истории елозать по грязной наглой морде. Начинаю. С 12 по 6 века до нашей эры в Крыму жили-нетужили кемерийцы, скифы и тавры. Всё это ираноязычные народы. Значит, Крым исторически иранская земля. Можем уже поставить точку в исторической справке. А можем ещё поизмываться над русскими ватничками. 7 век до нашей эры. На смену скифам пришли греческие колонисты. Они построили города-государства. Херсонес, Феодосия, Фантикопея и сотни других поселений. Возникли целые греческие державы. Весь Крым завалили своими амфорами и магнитиками Олимпиада 2347 до нашей эры. Получается, Крым испокон веков. Греческий 63-й год до нашей эры. Крым покоряет Римская империя. То есть Крым вступил в НАТО ещё до того, как жители России научились мыть жопы. Римляне правили Крымом около 400 лет. Чтоб вы понимали, Россия владела полуостровом всего 170 лет. Значит, Крым исторически итальянский. И там вместо томяночки должны выпускать пьянти. 5 век нашей эры. Римская империя разваливается. И Крым захватывает готы. А готы это кто? Немцы. Значит, это исконно немецкая территория. После немцев были снова греки из Византии. Потом были киевляне. На секундочку. Святослав Игоревич распечатал, а Владимир Святославович закрепил влияние жителей Печерских Пахурбев на полуостров. Потом Крымом владела Золотая Орда. И он был исконно монгольский. Параллельно он снова стал исконно итальянским. Благодаря генуэзцам Золотая Орда развалилась. И Крым стал татарским. И именно татары остаются коренным народом современной Тавриды. Крым только в конце 18 века временно стал русским. И все это время российская власть геноцидила народы, реально проживающие там испокон веков. Ребятки, дорогие, я сейчас непременно продолжу, но перед этим хочу вас попросить, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, потому что в статистике мы видим, что очень много тех, кто случайно тут появился и забыл подписаться. Ну и кроме того, становитесь нашими патронами. Все видео, которые мы делаем, мы создаем благодаря вам. Нет вас, нет вашей поддержки. Очень сложно создавать наши видео. Тем более, когда идет война и спонсоров, ну, хотел сказать мало, расскажу честно, вообще никого нет. Поэтому только вы и мы, и наши выпуски. Нравится? Помогайте. Продолжаем. В начале 20 века Крым вошел в состав Украинской народной республики. 12 октября 1917 года Черноморский флот поднял украинские знамена. И Крым снова стал исконно украинским. А с 1954 года он украинский навсегда. Крым стал родиной для многих народов. Кроме русских. Они пришлые чужаки, неуважающие землю, которую топчут. А как поступают с пьяными хамами? Правильно, выкидывают из бар на улицу. Так будет и сейчас. Греки, итальянцы, немцы, украинцы и татары совместно возвращают свое. А иранцы, хайдут, они уже совсем давно были.